Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЕАИ-ТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Левутин. Украина чествует память киборгов. Так прозвали украинских бойцов, которые с мая 2014 года 242 дня защищали Донецкий аэропорт. 20 января 2015 года российские оккупанты подорвали терминал, рухнули бетонные перекрытия, похоронив под собой украинских защитников. В мемориальном комплексе на территории Министерства обороны Украины прошли памятные мероприятия, посвященные погибшим героям. Зачитали поименный список всех павших киборгов, а также всех бойцов, которые погибли в этот день за все года независимости Украины. По каждому из них звонил колокол. 20 января был день, когда погибло одновременно 49 человек. Это обрушение плит перекрытия. И уже практически последние дни, когда еще были бои в Донецком аэропорту. А были бои еще 21-22, потом было три дня затишья, а потом были бои 26-27. Ну и уже там после 27-го уже боев как таковых уже там не было. Там уже рухнуло все, что могло вообще рухнуть. После этого к монументу колокола памяти возложили цветы родственники погибших киборгов президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак. Затем в зале памяти, где находится книга с именами всех погибших военнослужащих за годы независимости, выступили родственники погибших президента и волонтер актриса Адароговцева. Показали документальный фильм, в котором нынешние защитники позиций возле аэропорта высказали свое уважение тем, кто оборонял его в 2014-15 годах. Руслан нам еще 19 января позвонил, когда шли обстрелы. Он был ранен. 20-го где-то в 11.30 позвонил, говорит, нам тут, наверное, конец будет. Обстреливается вся территория. Я позднее звонила, СМС посылала, он больше не отвечал. Нам с вами выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Но они герои, не мы. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены, а вот украинские воины выстояли, не сломились, не согнулись и добыли бессмертную славу. И поэтому победили. В слове «киборги» звучит наше восхищение их железной стойкостью. В Киеве, в Михайловском соборе в эти минуты проходит панихида в память о погибших защитниках Донецкого аэропорта, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины. Там находится корреспондент ЮИТВ Юлия Крючкова. Коллега, добрый день. Как проходит чествование погибших героев и сколько людей собралось? Здравствуй, Тимофей. Прямо сейчас, в данную минуту, начинается уже панихида по погибшим в Донецком аэропорту, а также по всем военнослужащим, которые погибли в войне с Россией на Донбассе, а также все, которые погибли за время независимости Украины. Прямо сейчас, в Михайловском золотоверхом соборе, собираются родные погибших военных, их сослуживцы, а также военные, которые служили на Донбассе, но даже не были знакомы ни с кем, кто служил там и участвовал в защите Донецкого аэропорта. Однако они все равно приходят, приводят своих детей, приводят своих сослуживцев, других, для того, чтобы вспомнить те трагичные дни, которые забрали жизни стольких украинцев. Давайте послушаем одного из людей, которые пришли сегодня помолиться о погибших. Обязательно нужно приходить, приводить детей, чтобы история на нас не заканчивалась, чтобы они знали, что были такие люди, которые защищали нашу страну. Сообщается, что панихиду проведет сам митрополит Киевский и всей Украины эпифаний. Место для проведения такого мероприятия выбрали не случайно, так как именно Михайловский Златоверхий собор в свое время, в 2014 году, сыграл одну из ключевых ролей во время революции, достоинства. А сейчас здесь, именно на стене, которая окружает Михайловский монастырь, разместили стену памяти, на которой размещены фотографии тех военных, которые погибли за независимость Украины. После панихиды родные, близкие и сослуживцы погибших планируют выйти из собора и подойти к фотографиям погибших и возложить цветы к этой стене студия. Спасибо, коллега. Корреспондент ТВ Юлия Кричкова рассказала, как в столице, в Михайловском соборе, проходит панихида в память о погибших киборгах. С начала суток российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе. Тяжелое оружие не использовали. По данным Министерства обороны, потерь в рядах украинских военнослужащих нет. По состоянию на 11.00 состоялся один обстрел. Ночью враг из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Гнутова. Потерь в рядах объединенных сил нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными. 16 раз российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе. При этом использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. В частности, Красногоровку боевики обстреляли из тяжелых минометов. Вблизи Гнутова, Хуторовильной, Станицы Улганской, Широкино, Песков, Марьенки, Лебединского и Павлополя использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным украинской разведки, за минувшие сутки один оккупант уничтожен. Жить под постоянными обстрелами для них – обычные будни. В домах на окраине прифронтового Золотого живут семьи с маленькими детьми. Практически ежедневно там слышна автоматная очередь и звуки разрывающихся мин. Дети четко знают, что делать, когда стреляют совсем близко. Несмотря на постоянный страх, они радуются подаркам и стараются отвлечься от мысли о том, что будет завтра. Трехлетняя Даша испытывает новый подарок – батут. Его девочки передали из украинской диаспоры в Швейцарии. Нравится подарок? Да. А ты так долго можешь прыгать? Да. 13-летний брат Даши тоже не остался без внимания. Мне подарили сегодня бейблэйт. Их запускают, и они как дерутся. В соцсетях волонтеры миссии «Пролисок» собирают помощь по всему миру и передают ее семьям в прифронтовых городах. Помогаем людям с выдачей материалов для экстренных ремонтов, пленкой для окон, торповлин для накрытия крыши, продуктовыми наборами, гигиеной. Помогаем восстанавливать документы людям, у которых вследствие боевых действий сгорели документы. Сегодня мы приехали сюда с подарками для деток. Детки, которые здесь живут, кроме ежедневных обстрелов, ничего не видят. Очень важно поддерживать их в такой ситуации. Семья Новаковских живет в прифронтовом «Золотом» пятый год. Сюда приехали из оккупированного Первомайска. Выехать дальше нет денег. Куда мне детей? Я уже... Это хоть дома сидит. Старшие в школу ходят. С соседским мальчиком с Ваней они ходят. Каждый раз переживаешь. Одно время сами провожали их. И встречали вроде взрослых мальчиков, а надо было все равно их провожать. Нет стабильности. Сейчас тихо, через полчаса может опять что-то начаться. Здесь как полигон. Военный просто идет, военный полигон. Больше всего обстрелов ночью. Когда бомбежки особенно сильные, семья прячется в ванной. Садимся, пережидаем, пока все хозяйство это закончится. Спасибо Владе. Дашку развлекает про бомбежках. Она хоть немножко отвлекает. Там что-то рассказывает. Спасибо брату, надо сказать, что ты не боишься. Их соседи, семья Огорничук, тоже остаются в «Золотом». Самый страшный день они пережили три года назад. Я была у бабушки. Мама, сестра сидела в ванне, а мама сидела вот туда в коридоре. Я попала в ногу, там стекло маленькое. То есть балкон попала, балкон разнесло, полетела туда. Как попала в квартиру, начали бежать в подвал. Там уже переждали. А потом уже, ну и даже в тот день не смогли сюда зайти, потому что было очень страшно. Местным жителям помогают и военные, которые охраняют рубежи вблизи «Золотого». Семью Алексея война коснулась лично. Недалеко от линии разграничения живут его жена и семимесячная дочь. Стараемся аж не провоцировать их, чтобы они в нас меньше стреляли, потому что тут дети есть. Дети гуляют, в школу ходят. Лишний раз мы огонь не открываем. Боевики же стреляют специально по населенному пункту. Добиваются, чтобы люди покинули свои дома. Пулеметы 7,62, крупнокалибрные 12,7 пулеметы, автоматы 5,45. Две четырехэтажки на окраине «Золотого», где живут семьи Новаковских и Огорничук, почти пусты. Раньше здесь жило более сотни людей. Сейчас осталось 30. Игорь Меделян, Анастасия Волкова, Александр Лахтин. Луганская область. UATV. Флэшмоб ко Дню Соборности Украины провели в Анталии. Об этом сообщается на странице общественной организации «Украинская семья Фейсбук». В нем приняли участие украинцы и ученики субботней школы украинского языка и литературы. В знак единства они развернули флаг Украины, танцевали, пели песни и скандировали «Слава Украине! Героям слава!». В Украине День Соборности отмечается 22 января. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей же буквально через пару часов. Всего вам доброго и до встречи!